Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и есть у нас такое одно прекрасное событие, это рапторы в ударе, но точнее рапторы на кухне, да, это у нас картина, сцена из рапторы на кухне, да, их там было два, гонялись за детками, так, ну вернись обратно, победите двух велоцерапторов в мире южского периода, также напомню, ребятки, что на канале есть такое видео, играем рапторы на кухне из фильма парки южского периода, раптор сензекичен, это был опять же такой мод, вот как и прогулки с тираннозавром, кто не посмотрел, обязательно посмотрите оба и два этих видео, очень, очень прикольные, короче, ну с тирексом вообще бомба, просто он 164 тысячи человек посмотрел, да, рапторы на кухне почему-то не оценили, но просто не подхватилось, а хотя оно, оно, оно совсем, совсем неплохое, да, вот смотрите, тут можно, вот такие вот приколы, тоже нам нужно будет убегать от двух рапторов, давайте сейчас я где-то тут покажу вам, вот, вот мы тоже как бы прячемся от раптора на кухне, он вот здесь заходит и нам нужно от него побегать, ну вот как эти, как сцены в фильме были, я делал там вставочки, ребятки, так что обязательно переходите, в общем-то где-то будет ссылочка, ну либо сами на канале найдите, если я не успею, не успею или забуду поставить ссылочку, да, да, так что вот такой очень, очень прикольный, короче, есть такой мод, так что можете посмотреть и скачать себе побегать, но с рексом 100% нужно это сделать, так, соберем приз, и давайте посмотрим, что у нас там, вот это наша битва, рапторы в ударе, у нас тут два раптора, но они непростые, они такие довольно не кисловкаченные, 1500 на 900, так, а мне что-то новый гибрид есть, новый гибрид, какого он там уровня, куда я его делал, вот, вот у меня есть новый гибрид, давайте будем с пинатозухом, короче, туда ходить гулять, я еще себе максимального не сделал, сделаем это может как-нибудь в отдельной серии, давайте будем с пинатозухом против рапторов, давайте, новый, нового гибрида будем, так, но опять же, я могу взять троих, вот, десятый, десятый, и давайте Традона возьмем, ну, хотя нет, они послабее, вот так вот как-то, кого бы еще туда взять, ну, чисто по приколу, ладно, пусть будет один там, конквинатор, может, никого-нибудь жертву будем приносить, ради прикола, итак, спинатозух против велосираптора, 94 уровень, то есть, ну, маловато, ему нужен, нужен уровень, блин, помните, там у нас динозавры, какого максимального уровня были? ну, то есть, несколько тысяч там уровень может быть у нашего противника, короче, ну да, он меня вообще за три удара только пробьет, три удара в ряд одним залпом, так, минус один он, так, он меня вот сейчас съест, по идее, но я, наверное, конквинатором его не буду добивать, принесем его в жертву, ну, чтобы так было повеселей, я бы за два удара его пробил, и все, ну, что он будет делать? он ничего не хочет делать, давайте еще одну попытку ему дадим, надеюсь, будет в следующих уровнях они будут еще покрепче, ну, что мешать дать нам рапторов трехтысячного уровня, например, так, ну, не пробил, не пробил парнишка, давайте берем велосираптора, атакуем на 7, так, давай дальше, так, ну, чуть-чуть уровень вырос, блин, не так, как хотелось бы, не так сильно, как хотелось бы, так, а ну, давайте, давайте двоих наших вот этих возьмем, наши супер-мегарапторы, так, давай, ам-нам-нам, карно-раптор, кстати, такого в Джорасик Ворде Лаве нет, но они сделали гибрид Пурузавра и Карнотавра, Пурузавра, или как там он назывался, тоже прикольно выглядит, там тело крокодильчика, но очень похоже на карно-раптора, кстати, вот, блин, сделали бы так, чтобы арену можно было крутить, она же вроде как 3D-шная, прорисованная, это же сделать, ну, типа, не тяжело, давайте так, на следующий ход проатакуем, у него есть шанс меня пробить, а, он только что его упустил, если бы проатаковал на все 4, он бы спино-раптором смог бы съесть, так, давай битва, давайте заглянем в соседнюю, что у нас здесь, здесь у нас, ух ты, а что это за битва такая, с днем рождения, ух ты, ну, заглянем, наверное, и туда, так, и вот такие вот, уже помощнее, 136, ну, так тоже, хотелось бы еще помощнее, так, вот 30-й, вот 20-й есть, давайте, пусть там 1 Индораптор будет, да, пойдем двумя, 1 на 1 сделаем, ам-нам-нам, ну, такой массивный, да, в Элайвен как-то по стране, кажется, что ли, так, ну, меня уже сможет пробить, вот этот, крутейший, 136-й раптор, на 3 балла, как раз ему хватит, он это сделает, и мы его съедим, Индораптор против Велоцираптора, но мы исход знаем, у Велоцираптора шансов нет, Индораптор у нас какой-то неубиваемый, пули непробиваемый, ам-нам-нам, так, и давайте пойдем туда, вот в ту битву, мне прям интересно, там у нас выбор ограниченный, сейчас будем, будем с пенозаврами разбираться, рапторы, близнецы, ну, их вообще там трое было, или четверо, и уже сколько было в первом парке, рапторов, на кухне-то, да, двое было, так, первые 300, не переживают, ну вот, ам, ага, ага, а, ну так мне интересно, ну так тут чисто на везении, просто получается, он меня за два удара пробивает, ну вот и что мне делать, вот если он меня сейчас не атакует, то я проиграл, ну, я что, должен был не ставить в защиту, это неправильно, на один всего лишь проатаковал, ну, это дичь какая-то, ну, это не битва, это лотерея просто, ну, сейчас уже, и сейчас не проатаковал, ну, давайте, два поставил, мне не хватает два, то есть он меня за два пробивает, а я его за два не пробиваю, ну, блин, ну, ну, это неинтересно, тут просто надо несколько попыток сделать, чтобы понять, как он себя ведет, ну, давайте еще одним этим попробуем, битвы не такие, как я хотел, у нас небольшие шансы есть, вот этим парнем пройти, ну, что-то мне кажется, сейчас он меня уже будет атаковать, я вот сейчас тупо не ставлю в защиту, и он меня атакует, ну, опять же, попробуем от защиты сыграть, ой, ну, мне нужно очень много баллов, так, оно, подождите, он, что, опять так же сам обеиграет, у него два, он ставит два в защиту, так, ну, на следующий ход я его атакую, вот если бы сейчас он про атаковал, было бы идеально, блин, он не атакует, он сейчас поставит защиту, довольно много, но у меня семь, что поделаешь, ха, пробили, ну, ладно, тогда посмотрим, что там в следующем бою будет, но это, опять же, теперь я просто, как бы, догадывался о том, что он не атакует в начале, хотя с его стороны, это тупо, он меня за два удара пробивает, он меня должен был давным-давно проатаковать, так, о, тут два, вот здесь, проще, по идее, проще, так, ну, опять же, нужно от защиты играть, так, он не атакует, он, опять же, также будет сидеть в защите, что ли, так, так, ну, если он не атакует, то это вообще-то, да, легкотня получается, на три проатаковал, на три из пяти, у него два балла, но мне этого более чем достаточно, мне три балла хватит, скорее всего, раз, два, три, да, я его пробил, два сверху, еще три в запасе было, нам-нам-нам, ну, в такую битву, ребята, когда нужно идти, ну, тут выбора нет, как бы, если ты возьмешь кого-то, кого он убивает за один удар, он, скорее всего, проатакует просто, и все, ты не сможешь проверить его стратегию, ну, а так, просто, берете кого-то, кто может выдержать хотя бы один удар, проверяете, как он себя ведет, а потом уже идете, как бы, тем, кем бы хотели себя побеждать, так, 1310, ну, тут, как бы, как бы, не знаю, не знаю вообще, сможем ли мы насобирать здесь 8 баллов, но здесь шансов нет, вот, вот, это ситуация, про которую я говорил, он знает, что может меня пробить за один удар, и что у меня один балл, а у него два, то есть он меня сейчас 100% атакует, а что он будет делать вот со вторым, как он себя сейчас поведет, он знает, что у меня есть 3 балла, что он меня теоретически пробить не может своими двумя баллами, что он будет делать, ничего он не делает, отлично, так, он знает, что у меня 4, а у него 3, тоже ничего не должен делать, хотя он меня за один удар убивает, так, ну, нам главное кусочек откусить от него, ну, это мало, конечно, 3000, но нам хватит, вот теперь он знает, что у меня 4, а у него 5, он атакует на все 5, да, мы его раскрутили, но, почему на 4, это неправильно, он должен был на 5 атаковать, 100% должен был на 5, так вот здесь какой-то, неправильный, и искусственный интеллект, он делает неправильный, неправильный мед, так, ну, в общем-то, мы его раскрутили, хоть так, хоть так, хоть он и, вел себя непредсказуемо, можно так сказать, местами, да, ну, в общем-то, не сложно, теперь вы как бы знаете, я думаю, он у всех себя так ведет, он просто не атакует, первых там, 2-3 хода, и наборчик рождения, так, стегозавр и тиранозавр, да, ну, это одни из классических динозавров по парку юрского периода, так, ну, на этом все, всем пока! пока! Субтитры создавал DimaTorzok